Молитва — это взаимоотношение с Богом. Никто никуда никого не вытягивает. С кармой она вообще никак не связана. Если человек говорит, что он хороший лектор, он вообще не понимает, что такое лекции. Потому что молитва никакое отношение к карме не имеет. Молитва — это другая жизнь. Человек взаимодействует с Богом. Он создает себе новую судьбу. Эта новая судьба растворяет всё, что было в старой. Ничего не остаётся. Человек, когда молится, у него старой судьбы нет. У него только новая создаётся. Она на основе старой создаётся. Гороскоп работает, но он работает только на хорошее в основном, а не на плохое. Больше того, есть два варианта. Если ты молишься очень сильно, то Бог выбирает, даёт тебе путь самый возвышенный и чистый, в котором нет запланированных событий в этой жизни. Допустим, если ты девушка родилась, то запланировано, что выйдешь замуж и родишь детей. Но если девушка сильно молится, она возвышается так, что ей уже не нужно здесь ничего в этом мире. И она сама это чувствует, ей ничего не нужно. Понимаете? Но в основном, это я говорю исключение, в основном, когда человек в молитве становится сильным, то он сначала становится сильным в жизни, в этом мире. Все его крылышки распускаются, раскрываются, он становится как цветочек, очень сильным, развитым. И у него всё начинает осуществляться, то, что надо, для того, чтобы он устойчиво здесь жил, в этом мире. Так действует молитва. И это вопреки судьбе происходит. А вот когда человек сидит и визуализирует что-то, сидит, визуализирует, такой, «Хочу 5000 шекелей», допустим, визуализирует, старается за все силы, тогда в этом случае происходит то, что этот человек перепутал с молитвой. То есть в этом случае тогда всё его благочестие выходит наружу с целью превратиться в 5000 шекелей, если у него хватит на это благочестия. И как-то с неба, в результате каких-то простых событий, он получает эти деньги. Понимаете? А если он захотел больше, чем ему положено, тогда вообще ничего не получит. Потому что нет у него такого благочестия. У него в банке благочестия столько денег нет, чтобы ему вот этого дать. Понимаете? Визуализация как раз и является таким вредным, неправильным методом. Не надо ничего, мечтать ни о чём. Просто живите счастливо. Всё, что вам надо в жизни, Бог уже знает это, не волнуйтесь. Он гораздо больше знает, чем вы даже можете себе представить о вас. Всё, что вам надо, вы получите от него. Не бойтесь. Просто служите Ему, молитесь, живите для Бога. Выполняйте свой долг перед людьми, радуйтесь природе. И в результате вы всё будете в жизни получать, если вы побеждаете свою судьбу с помощью молитв. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok